кофе любимый напиток крымских татар а самый вкусный кофе в крыму конечно храм хавеса на выходных храм хавесы провели дегустацию кофе в одном из самых уютных мест бахчисарая это кофейне дэрвишева своей работой мы хотели популяризировать кофе обжаренный в крыму крым хавеса показать я всему крыму и всему миру что мы крымские татары очень хорошо разбираемся в кофе мы являемся носителями кофейной культуры изначально кофе попал в крым еще в седьмых восьмых веках когда караваны следовали по великому шоку пути и кофе попал изначально в крым а потом уже из крыма кофе попал в турцию в европу и кофейная культура зародилась изначально в крыму профессиональная дегустация называется каппинг во время него определяют характеристики вкуса и запах кофе благодаря этому можно попробовать разные сорта научиться обращать внимание на оттенки и развивать вкусовые рецепторы каппинг проходит несколько этапов мы сейчас смолим зерно показать предоставить на дегустацию вы можете пройти по желанию я бы рекомендовал это делать пойти понюхать смолотое зерно потом мы это зерно жильем водой когда будет сниматься корка запах может поменяться может стать более насыщенным и наоборот более слабым и спустя этих четыре минуты мы начнем его дегустировать для гостей дегустации хром хавесы подготовили девять сортов кофе участники с интересом пробовали оценить аромат кислотность кофе послевкусие и букет очень интересный опыт не знала что у кофе существует столько оттенков скажу откровенно тяжело различать кофе различать по вкусу даже даже запах кофе в зернах молотого и вкус того что мы пили абсолютно разные это целое искусство уметь различить даже два-три вида кофе поэтому есть чему учиться интерес в том что позволяет разбираться в кофе более глубоко более профессионально нас здесь учат понимать разные дескрипторы разделять кофе по разным вкусом и ароматом сложность в том что нужно не то что понять вкус нужно вы еще правильно описать для себя да и все равно мы в любом случае используем предыдущий опыт вкусовой мы с чем-то сравним там где-то булочка почувствовалась где-то вишня почувствовалась и вот этот вкусовой опыт принципе мы транслируем и на кофе тоже сегодня у нас держи уникальное мероприятие для меня уникальное потому что я никогда не думал что кофе можно так пробовать мы же как бы всю жизнь кофе пьем сегодня для меня открыл открылись ворота в новый мир кофе одним из этапов дегустации стал небольшой конкурс участникам нужно было угадать сорт кофе вслепую опираясь на свои вкусовые рецепторы и знания полученные в ходе дегустации победители получили подарки от организаторов впервые в жизни на таком мероприятии я заняла первое место выиграла действительно крутые призы для меня это было интересным опытом несколько критериев было для меня это в первую очередь запах потом вкус и запах уже готового напитка готового кофе не только зерен угадала 5 из 9 мне сказали что это удивительно хорошо для первого раза храм хависы более 10 лет на крымском кофейном рынке это высококачественное зерно которое обжаривается в крыму на профессиональном оборудовании этот кофе пьют в лучших отелях ресторанах и кафе полуострова компания постоянно развивается чтобы быть лучшей в своей сфере недавно мы вышли еще на площадку marketplace лауберес и просто буквально с первых же дней нас засыпали заказами заявками очень хорошими положительными отзывами чем мы очень рады то есть кофе наш становится популярным не только в крыму но и за его пределами и хотелось бы чтобы крым хависа был в каждом доме чтобы кофе крым хависа вдохновлял каждого кто влюблен в крым его степные крымские горные просторы и черное море в завершении дегустации участники смогли насладиться чашечкой ароматного кофе из коллекции храм хависа работа в в в в Продолжение следует...